Всем привет, друзья! Вы на канале Slovat United, меня зовут Эмиль, и мы продолжаем нашу карьеру за Брайтон в Football Manager 2021. Надеюсь, что вы смотрите карьеру на максималках, и, как обычно, прошу постоянных зрителей поддержать видео пальцем вверх, ну и, конечно, подписаться на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Итак, вот смотрите, какая ситуация. Мы на четвертом месте, у нас предстоит снова тяжелейший просто график, сумасшедший календарь, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед в кубке и Челси. Я не знаю, как это побеждать, как это делать, как здесь выжить, но мы все-таки попробуем. Помните наши последние матчи, мы уступили Сити 2-3, потом сыграли с Дерби, разгромили их 4-1, сыграли ничью с Арсеналом, потом в кубке прошли Crystal Palace. Два поражения у нас было от Эвертона и Лидса, и оба достаточно обидных, потому как в матче с Эвертоном, ну, там была ничейная игра, была ничейная игра, но соперник забил с пенальти первый гол, поэтому минус ему один гол, ну, минус один по XG, считаете. И, ну, окей, ладно, на один гол, допустим, Эвертон все-таки наиграл, но не более того. Поэтому, на мой взгляд, если была бы ничья, это было бы более справедливо, чем победа Эвертона. Игра с Лидсом, ну, Лидсу вообще дико везет в матчах против нас. 22 удара против 6, удары в стор 11-4, по XG вообще полный разгром, но опять эти везучие ребята нас победили. Ну, я помню первый матч сезона с Лидсом, там тоже, ну, окей. Здесь мы создали недостаточно. Я бы еще мог подумать, гостевой матч, ну, чуть-чуть залетело, в принципе, и с нашей стороны не было такого обилия моментов. Но вот эта игра, которую мы обязаны были забирать, и причем, скорее, даже крупно побеждать Лидс в этой встрече, мы обязаны были, но вот что-то не получилось. А пока в FM не все так однозначно, продолжу рассказывать вам про успехи моей команды footballteamgame.com. Как вы видите, в английской лиге 3C мы уже добрались до седьмого места. А седьмое место — это верхняя часть таблицы, так что у клуба Slavut United развитие налицо. Сила состава 106, вы гляньте на этих мастеров мяча. И в последних матчах результаты у нас тоже, ну, так скажем, варьируются. Если Лейпциг мы обыграли со счетом 4-1, то дальше уступили команде New York Red Bulls 3-1. Ну а сегодня игра с командой «Славяне», у которой необычный ассистент-капитана Буба. Слушай, ты на кого полез? Ты думаешь, ты на меня полез? Да ты на Бескова Слабановски полез, елки-палки. Но будем надеяться, что мы сможем что-то противопоставить даже Бубе и его команде. Если хотите присоединиться к команде, присоединяйтесь, регистрируйтесь, все ссылки под видео. Во всех играх очень плохо играет наш новичок Паскуале Перкоупе. Не знаю, как правильно это произносить, это не настоящий игрок, триген. Но по скиллам очень хороший, очень крутой, но по игре 6 матчей ни одного результативного действия. При этом XG 1.81, ну, везучий игрок бы пару мячей уже забил. Средняя оценка 6.4. Человек просто в отвратительной форме. Мы ему, конечно же, скажем, что по игровой форме все очень плохо. Постарайся взять себя в руки, я надеюсь, что он себя в руки возьмет. Потому что за игрока мы отдали 27 миллионов, и за 27 миллионов чувак играет просто отвратительно. При этом, ну, у него нет минусов, каких-то вот прямо жестких минусов, типа плохая адаптация или что-то еще. Ну, да, у него плохая форма, но плохая форма это не причина, это следствие. Он играет на своей позиции. Сказать, что он играет не на своей нельзя. Нарушить правила, ну, такое. Ну, вот разве что не совсем вписывается в коллектив. Но это не так критично, это не какая-то там непонятная фигня, типа, там, футболист с дурацким характером, там, забитый весь какой-то, неамбициозный. А у него он тверд в решениях, у него решительность 16, он должен вписываться в коллектив. Но что-то пока не получается у человека вписаться в коллектив. Вот как вписаться в коллектив? Ваши советы в комментариях. Друзья, помогите нашему Регену, как вообще наладить общий язык с партнерами по команде. Чувак еще, наверное, английский не знает, да? Что он знает английский? Нет, только по-итальянски, по-итальянски. Там, да-да-да-да, итальянцы же быстро говорят. Англичане там его, наверное, понять не могут. Смотрите, у него нет проблем вообще, то есть, чтобы он там с кем-то поссорился. Нет, хотел бы однажды стать капитаном клуба. Чувак, с средней оценкой 6.43, я боюсь, что ты можешь стать только капитаном клуба чемпионшипа. И я надеюсь, что этим клубом чемпионшипа будем не мы. Но что радует, чувак-то тренируется, при том, что у него есть явные проблемы по части тренировок, он на 8.1 тренируется. 8.1 это хороший уровень тренировок, он развивается. Но при этом, как вы видите, большой пользы нам пока не приносит. Но может быть он берег себя как раз для этой мощной серии матчей с лидерами. О, Игид Гарай, лучший молодой игрок Марта. Поздравляем, просто братан, жму руку. Спасибо, что заметили, я выкладывался весь месяц. А что у тебя настроение-то ухудшилось? Алло, я тебя вообще-то поздравил, должен прыгать от радости. О, нет, он красавчик, он мне посвятил награду. Спасибо, говорит Салатюна. А я менеджер месяца. Я менеджер месяца вместе с Сульшером. И пепку Гвардиолу мы оставили там где-то позади. Ну, пацаны, друзья, подписывайтесь на канал, где вы еще менеджера месяца увидите. Дэниелс рад, что... А, спортивный директор говорит, ну, наконец выиграл. Что значит, наконец выиграл? Я просто выиграл, Стивен. Зачем ты так говоришь? Стивен Дэниелс, конечно, жесткий тип по скиллам своим. Это просто топчик. Я бы, в принципе, его бы тренером сделал. Жалко, что спортивный директор не тренирует. А так сгенерированный супер жесткий спортдир. МЮ, да еще и на Олд Трефорде. Кстати, Рэшфорд из реальных футболистов. Ван Бисака. И у них русский вратарь. В Манчестер Юнайтед в воротах русский парень. Новый Яшин, наверное, по фамилии Корнаухов. Запомните эту фамилию. Денис Корнаухов защищает ворота наших соперников. Но наша задача в этом матче напрягать Дениса Корнаухова. Если вы смотрели прошлые серии, то видели, сколько голов пропустил данный голкипер от Ливерпуля. Но сейчас угрожают нашим воротам. И надо, чтобы наш Ореоль там не чудил, не творил всякую фигню. К сожалению, сейчас перехват не состоялся. Бетис немножечко не добежал, не доработал. Прессингуем здорово, но перехвата нет. Очень плохо сейчас итальянец, кстати, расположился. И мы пропустили гол из-за перкопа. Вот сейчас я вам моментик покажу, где накосячил итальянец. Где мы должны были убегать в контратаку. Де Йонг, смотрите, оп, делает перевод. Где стоит перкоп? При том, что Робинсон, Гевин Робинсон, прессингует, играет с Де Йонгом. Здесь Бессума, ну тоже он, как бы, центр контролирует все равно. И перкоп, вместо того, чтобы играть вот здесь, либо по Бесаке, либо по Ликангину, он стоит не там. Он стоит слишком высоко. Ну, опустись ты немножко. Вот сюда вот отыграй. Ну, что ты там стоишь реально? Кто тебе этот мяч должен перехватывать? Естественно, у нас Сараки остается против Бесаки. И Сараки против Бесаки. Да. И Ликангина. И все, в итоге, смотрите, Бесака получает пространство. Здесь Перола остается тоже в таких непонятках, типа, кого ему держать, Бесаку или Милинковича Савича, или Лаутара. В итоге мяч проходит за спину, на Лаутара, четкое забегание, удар, гол. Если бы перкоп это перехватил, у нас не было бы проблем. Но он не перехватил. Он говорит, зачем мне это надо? Я что, лох какой-то, чтобы перехватывать мячи? Я лучше постою там, я не знаю, поковыряюсь в носу. Это гораздо круче, гораздо интереснее. МЮ контролирует мяч, просто топово, смотрите. Они не дают нам даже шанса зацепиться. И если Перкоп теряет позицию, здесь вообще Дества просто унизил Решфорд. Ну, хорошо, что это Решфорд, и он плохо бьет поворот. Итак, это похоже на нашу атаку. Бетис. Подача... Ужасная подача. Ну, попробуем еще разок. Уайт добегает до мяча пенсионным темпом и отдает его Пироле. Снова Уайт на вратаря. Правильно. Ну, какой же момент мы можем создать без вратаря? Дест заброс в никуда совершенно. Куда ты забросил? Там даже не было человека. Вот сейчас и гид пошел, отыграл на Перкоп. А Перкоп, ну давай, ну покажи. Что? 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 Куда мы потратили деньги? Кого мы купили? Эти итальянцы нам подсунули. Просто непонятно, что за чудо, которое... Ну, ладно, окей, в обороне он играть не умеет. Ну, в атаке-то он должен что-то уметь. Решфорд! Хо-хо-хо! Это было просто унижение. Это было деклассирование нашей обороны. Вот сейчас то, что показал Маркус Решфорд. Просто посмотрите на это. Бетис встретил, встретил. Ну, вроде типа встретил. Но что делает Гевин Робинсон? Где Дест? Почему он стоит? Это... Вот по Решфорду должен играть Дест. Где был Дест? Непонятно. Мы в итоге не нанесли ни одного удара в сторону Ротэмью. Единственный удар Перкопа, который, ну, в этом матче на фоне остальных... На фоне остальных лучше. Но только на фоне остальных. Так, не получите по второй желтой карточке. И сейчас мы сделаем замену. Да, Тьяга Алмада. За которого так топят в комментариях. Типа, давай Алмаду. Сейчас мы выпустим Алмаду. Сейчас мы будем играть более агрессивно. Поехали. Второй тайм. Наказываем МЮ. Ну, угловой возле наших ворот. Подача. Милинкович Савич. Орель справляется с этим ударом. Ну, по жести, по жести. Конечно, МЮ нас разбирает. Пока вот по этому матчу абсолютно без шансов. Ну, вот куда этот пас был? Вот куда? Сейчас, если мы пропустим... А мы пропустим. Я очень хочу пересмотреть этот момент. Просто мне интересна логика человека. Вообще, ну, какой нужно иметь скилл игрока, чтобы в этой, вот в этой ситуации сыграть вот так. Он тупо... Что сделал? Ну, ну, пасани вот сюда. Вот, защитник. Вот пирола. Вот в эту зону. Катни, пироли. Но он... Зачем пироли? Зачем? Я лучше отдам Рейне. Просто пасанул сопернику. Ну, хотя бы пни, я не знаю, вперед. Если не знаешь, куда пинать. Но нет, нет, нет. Ну, и здесь супер игра Мади Камары. И... 0.3. Давайте перестроимся. У нас же есть вторая тактика. Я ее как раз-таки для экстренных случаев и берегу. Что, мол, мало ли вдруг понадобится. Вот вместо Камары мы выпустим Леама Деллопа. Вот так их местами поменяем. Игид чуть-чуть в оттяжечке. Хотя, мне кажется, в оттяжечке-то Деллоп поинтереснее будет. А Игид как универсальным играл, так пусть и играет. Все, поехали. Терять уже нечего. Уже абсолютно нечего терять. Уже надо идти и что-то делать. 88-я минута. Ну, тут... Конечно, на Олд Траффорде сложнее. Тем более, МЮ настроен мстить нам за поражение в прошлом матче очном. Но здесь, здесь вообще без шансов. То есть, ну, я ничего не говорю. Тут игроки другого класса ОМЮ. Это 100%. Но то, что мы не показали... То, что мы с нашим низким классом еще и плохо сыграли. Вот конкретно, реально плохо. Игроки много ошибались. Это правда. И... Ну, да, состав не оптимальный. У нас ни Тейлора, ни Гонсалеса нет. Они выдохлись. Мне пришлось дать им отдых. И в результате, вот, поражение в центре поля. И абсолютно, абсолютно нулевая игра. Но здесь я даже не буду по игре ничего говорить. Просто тотальное деклассирование. Вы меня разозлили, ребят. Еще одного интересного игрока принесли скауты. Леонард Гара из Боки. Стоит, ну, относительно недорого для Вундеркинда. Другое дело, что недостаток ускорения. Решительность такая себе. Ну, и плюс мы видели, что молодой игрок, как он может себя плохо проявлять порой. Ну, вот Леонардо Гарай, наверное, пока не совсем такая покупка, что ты купишь, и он классный. Хотя он стабильный. Но вот здесь, опять же, нет каких-то противопоказаний. Но противопоказаний не было и у предыдущего клиента, у Перкопа. Тоже не было противопоказаний. Но этот играет прям очень неплохо в чемпионате Аргентины. Поэтому на него, в принципе, в долгосрочной перспективе рассчитывать можно. Джампьеро Марчионни. Вот такой вот центральный полузащитник. Плеймейкер с ударом. С, ну, с отчатками отбора. 20 лет. Вундеркинд. Всего. Ничего. Ну, то есть, тоже взять можно. Но у нас на этой позиции есть футболисты. Так что Марчионни здесь, наверное, не будет топом. И плюс он нестабильный. Поэтому нафиг. Вот Зенитовец, пожалуйста. Адекалон. Казану. Вот это вот футболист. Геннадий Сергеевич Орлов так, наверное, его назвал. Ну и... Адекалон-то, как сказать, интересный крайний защитник. С ростом метра 92. Он ускоряется, как Сейнболт. Неплохо. Андрей Коробов. Российский футболист. Вот это новый... Нет, это не новый Аршавин. Это воспитанник Краснодарской Академии. Легендарный. Новый Шапи. Галецкий. Воспитал человека. Он, гуляя по парку Краснодара, вдыхая этот воздух, стал футболистом. Здорово. Ну и нам сейчас играть с Ливерпулем. Теперь о неприятном. И я думаю, что нам надо кое-какие замены произвести. Тиаго Алмада вместо Бетиса. Перкоп, который наладил взаимодействие с Саратьки. Ну какое ты взаимодействие там наладил, чувак. Ты вообще, судя по твоей игре, взаимодействие не можешь наладить вообще нигде. Мне кажется, даже если он будет заливать соду уксусом, у него реакция не пойдет. Настолько он не умеет налаживать это взаимодействие. Так, и что нам делать-то по игрокам? У нас, ну, Уотсон, Ходжкинсон. Это на фланге футболисты. В центр Джеймс Джонс. Джеймс Джонс. Ну да, наверное, вместо Вилла тогда мы Шаманского поставим. Вместо Гевина Робинсона. Тоже нам нужна такая замена. Ну и здесь вот по центру поля вопрос. Тейлор еще не восстановится. Гонсалес восстановится. Гонсалес выйдет в центр. Так, Вилла, Вилла. Ну вот, блин, так мало замен. Я даже не знаю, ну кого мне убрать из состава. Неужели Перкопа мне убрать? Или Гевина Робинсона? Давайте Гевина Робинсона уберем и поставим сюда Вилла. Ну началось. Леон Деллоп хочет новый контракт. Чувак, который за 7 плюс 12, ну сами считайте, 19 матчей забил 3 гола. Играет на 6,8. Какой тебе новый контракт? За что, чувак? За что? Какого? Чего ты заслуживаешь? Ты не играешь на эти деньги. Уайт, объясни человеку, что Деллоп не играет на эти деньги. Не можешь устранить. Окей, давай поговорим. Что не так? Послушайте, мой контракт не соответствует моему статусу в команде. Какой статус? Что не так? Ну докажи тогда мне. Вы можете мне сказать, что я еще могу сделать. Твоя работа забивать голы, братан. Я профессионал, поэтому откажусь от претензий. И я недоволен, как вы разобрались с этой ситуацией. Слышь, давай иди докажи мне. Вот я тебе в следующем матче поставлю. В ворота. В нападение. Давай, давай. Вот не дай бог не забьешь. Вот не дай бог ты хитрик там не сделаешь. Ну, я не понимаю, как это работает. Серьезно. Ладно бы игрок был на подъеме. Ладно бы он там забивал. И он к тебе приходил бы и говорил, я хочу контракт. Но я же этого заслуживаю. Я же вон там забил 10 голов хотя бы, да. В 7 матчах. Ну, да даже если бы он забил 7 голов в 7 матчах в основе. Можно было бы сказать, да, чувак, реально тащит. Но он же не забил эти голы. Бен Уайт напряг Ахилл. Ну, от такого не то, что Ахилл. Тут мозги напрячь можно и вообще в дурку уехать. А вот и настало время сыграть в следующий матч. Нождаю увидеть более сильную игру. Деллоп в основе. Сараки сломался, кстати. Мы играем с Ливерпулем. Но мы выше в таблице, чем Ливерпуль. Мы на 4 месте. Ливерпуль на 6. Такие дела. Но как мы играли последний матч, мне кажется, что мы не на 4, а на 44 месте находимся. Ну и Ливерпуль тоже начинает лучше. Но вот сейчас наш ответ. Давайте посмотрим. Дест на Алмаду. Шиманский. Вернулась Старая Гвардия. Алмада, Шиманский. Алиссе на фланге. И Дест. Ну, куда ж ты бьешь-то, блин. Ответ Ливерпуля. Ну, Мади Комара выбил максимально далеко. Правда, не на нашего футболиста. Деллоп, к сожалению, за мяч не поборолся. Родриго обыграл. Джонс. Ну, тоже удар мимо створа. По опасным моментам 1-1. Что мы сделаем? Дест на Шиманского. Шиманский. Алмада. Отличный момент. Алиссе не пробил. Шиманский не пробил. Это что было? Дест. Что это было? Так даже в РПЛ не играют. Передача так вот на шару прошла. Ну, и здесь Ливерпуль нас снова прощает. Вообще, игра боюдоострая. В отличие от игры с Манчестер Юнайтед, здесь мы создаем хоть какие-то моменты и подходы у нас есть. То есть, наша игра выглядит не столь безнадежно. Потому что в игре с МЮ там было все прям, прям ужасно. Прям полная безнадега. Ну, здесь Уайт успевает сыграть в подкате. И у нас есть возможность контратаковать. Передача есть. Шиманский принял. Шиманский пошел. Разогнался. Дэллоп. Ну, ну нет. Здесь к Дэллопу никаких претензий. Он все правильно сделал. Но не забил. Но вот опять же, работа нападающего, я же ему сказал, работа нападающего забивать голы. Дэллоп. Ну, если ты не забиваешь голы, с Хираль тебе новый контракт надо давать. Вот вратарю бы Ливерпуля Алисону можно новый контракт попросить за такие сейвы. Потому что он перевыполняет план. По первому тайму, хоть и 0-0, но должен сказать, что мы все-таки были острее. В концовке вообще лесенкой создавали моменты. Приезжали Ливерпуль. Но у Ливерпуля тоже были отличные шансы. Это правда. Но, так скажем, на гол мы наиграли. Я недоволен качеством показанного футбола. Потому что нельзя игрокам говорить, о, молодцы, вы в принципе неплохо. Нет, таких сопляжуев тренеров сжирают с говном футболисты. Им надо говорить всегда, что вы говно. Но напоминает, что они говно, а не ты. Ну и тогда они начинают играть. Вот смотрите. Кстати, атака наша первая во втором тайме. Алмада принял. Дест прошел. Передача Шиманский. Долго думал. Момент удар. Ну вот Алисон выручил. Снова контрактик. Контрактик для Алисона. Зарабатываем. Алмада. Передача на Шиманского. Здесь Дест. Дест проход. Делоп. Отыгрыш. Дест. Шиманский. Здорово. Алисей не попадает. Но давим. Очень приятно, что давим. Смотреть на такой Брайтон. Ну. Глаз радуется после игры с МЮ. Еще один момент. Начинаем от своих ворот. Уайт. Он созидательный защитник. Созидательный отдает передачу на Шиманского. Шиманский здорово сегодня двигает мяч вперед. Алмада на Деста. Дест проходит. А прострельчик бы оформить. А ну не вот такой вот. А нормальный человеческий прострел. Но вместо этого мы получаем атаку на свои ворота. Удар заблокирован. Хорошо. Ну по заменам надо уже думать. И я хочу наверное. Ну с одной стороны Алмада же что-то хорошее делает. Делает. А вот Делопа не видно. Поэтому Эгит Гарай. Добро пожаловать на поле. Показывай футбол. Я думаю что вот Эгит как раз может изменить игру. А вот Алмада подустал. Ну подуставшего Алмаду надо тоже менять. Конечно же. Так и Шиманского тут неплохо было бы заменить на самом деле. Но все-таки нет. А ну хотя мы можем же вот так вот сделать. И Перкопа выпустить. Ну я чувствую что с этим Перкопом мы пропускаем. И возможно я ошибаюсь выпуская его. Но может быть со скамейки он почувствует уверенность. Может он будет нашим улегунером Сульшером. Который будет выходить со скамейки и делать вещи. Ну кто знает. Надо рисковать. Надо пробовать. Ничья это в принципе нам мало что даст. А вот победа была бы хороша. Перкоп. Перкоп. Боже. Ну и передачу он сообразил. Тем не менее она точная. Ну вот это что. Здесь даже не Перкоп. Здесь Дест сотворил херню. Просто куда сыграл. Че сделал. Сам не понял. И момент очень опасный. Он продолжается. Ливерпуль угрожает нашим воротам. Ну вот Бетис. Бетис может убежать. Очень плохо бежал сейчас Эгит. Но мяч он получил Эгит. Это что за удар Эгит? Горай. Это что? Это как так? Да ребята. Ну Эгит давай лучше бей. Ну ладно. В прошлой игре была полная безнадёка. Здесь мы победу заслужили. Мы должны были победить. Вы со мной согласны? Ну вы со мной согласны. Я уверен что в комментариях напишите. Что матч с Ливерпулем должен был быть нашим. Ну какие-то абсолютно необъяснимые промахи Эгита. Ну у Эгита хотя бы эти промахи были. У Деллопа был один момент. Ну там он сыграл неплохо. Но этого же мало. Но Эгит надеюсь не попросит новый контракт после этого матча. Но тем не менее по игре намного лучше чем в матче с МЮ. Деллоп клянётся покончить с голевой засухой. 8 игр человек не забивает. И он имеет наглость подходить к тренеру и говорить что я заслуживаю новый контракт. Да чувак заслуживаешь ты 10 раз новый контракт. Ну серьезно. Деллоп ты не очень. Ты просто не очень. Временный менеджер команды Ливерпуль. А у них временный менеджер. Представляете. Они уволили кого? Роджера Шмидта они уволили. Вот так вот. Ничего Роджер Шмидт не показал с Ливерпулем. Но в целом. В целом я думаю что наша команда сыграла с Ливерпулем хорошо. И победный состав мы менять не будем. Дальше у нас Манчестер Юнайтед в кубке. Ливерпулем недоволен. Он рассказал о своем недовольстве прессе. Игроку стоит ждать улучшенного предложения. Но я скажу так что я хочу увидеть от него больше. Как вы думаете ваш отказ удовлетворить его требование приведет к тому что другие игроки в команде станут несчастными? Нет конечно. Это исключительно проблема с головой у Ливерпулема. Что тут у нас скаут нового игрока принес? Цезарь Хуерта. Фрейзер считает что Хуерта выдающийся игрок. Не знаю я считаю что Хуерта какая-то. Что у нас тут? Кубковый полуфинал против Манчестер Юнайтед. Ну матч прошлый против МЮ был отвратительный. И я даю шанс Деллопу. Очередной шанс Деллопу. Ну посмотрим как Деллоп себя проявит. Пожалуйста иди забивай. Делай что-нибудь. Великий проситель контракта. Это сливатель информации в прессу. Ну вот у него должно же быть. Ну смотрите Лаутара. Вот это форвард. Получил. Разобрался. И мы уже пропускаем на второй минуте. Насколько хорош Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед очень хорош. Попробуем приободрить команду. Чтобы они сразу не расплакались. Здесь конечно Мадико Мара херово сыграл. Пирола пропустил Лаутара за спину. И Лаутара наказал. Ну наверное все по классике. И пас от Ван Бисаки отмечаем. Он был супер. Еще один момент у МЮ. Подача Бруно Фернандеша. И Мерид Демираль делает счет 2-0. Это меня расстраивает. Что еще меня расстраивает друзья. Это темпы набора просмотров. Последнее время. Люди пишут. Ну так серии слишком редко выходят. Поэтому просмотры падают. Нет ребят. Просмотры это первичный показатель. По которым я делаю видео. То есть если я вижу что серию просмотрело 4000 человек. Я понимаю что нет смысла выкладывать дальше. Потому что следующую серию. Тут уже разгром. Тут можно не смотреть. Потому что следующую серию посмотрит еще меньше людей. Потому что это карьера. Тут так работает. Тут если ты не посмотришь предыдущую. Ты не будешь смотреть следующую. Поэтому друзья я вас всех попрошу. Если у вас не стоит еще колокольчик рядом с кнопкой подписки. Нажмите на этот колокольчик. Не пропускайте новые серии. Посмотрите. Ну просто чтобы вы о них не забывали. Может быть люди. Может быть люди просто. Не знаю забывают о том. Что вот есть новые серии. Что есть там какие-то серии. Поэтому их не смотрят. Здесь вообще феерия идет. 4-0 нас громит Манчестер Юнайтед. 4-0. Но в отличие от предыдущего матча. Здесь у нас XG больше. То есть у нас типа моментов больше. Нам эти моменты не показывают. Но типа они есть. Давайте смотреть. Что у нас есть. Шаманский прорывается. Шаманский бьет. Вот это вы считаете момент был? Что это был? Просто удар корявый. Ну МЮ идеально реализует. Все свои шансы. Лиан Деллоп. Идеальный пас назад. Футболисту пришлось добегать. Там дорабатывать. Чтобы футболист МЮ мяч не перехватил. Топчик конечно. Топчик. Но МЮ очень хорош. Там такие звери играют. Что в общем-то не стыдно им проигрывать. Деллоп. Деллоп. О боже. Ну контракт. Несите. Несите. Я подпишу прямо сейчас. Само этот контракт. Мяч несет как курочка рява. Просто яйцо. Невероятно. Деллоп забил в кубке. Ну это просто супер. Здесь на самом деле ошибся Демираль. Который почему-то решил сесть на попу. Вместо того чтобы перехватить мяч. Ну Деллоп сколько радости. Фантастика. Не. Я буду рад если Деллоп поправит прицел. И будет забивать. Но. К сожалению. Хоть мы и превосходим МЮ по XG. МЮ забивает свои моменты. А мы нет. Вы прекрасно понимаете. Что первый тайм был не очень хорош. Не очень хорош. Это я еще мягко сказал. Надо было стульями здесь запустить. У некоторых наших футболистов. Так. И наверное. Сержиньо Деста я заменю. Сержиньо Деста я заменю на Ходжкинсона. Пусть Дест отдыхает. Ну и второй тайм. Что менять то? По игре нормально. Смотримся. Только сливаем 4-1. Момент с новой МЮ вроде бы как. Да. Не доработал Шиманский. Лейерт. Лаутара. Милинкович Савич. Ох какие передачи. Тут. Хорошо что головой скинул на Ореоля. Наш защитник. Ореоль играет с Уотсоном. Алисе. Пошел. Пошел. Здорово. И что сделает? Прострел классный. Делла падает. Что пенальти может быть? Ну если это пенальти. То это круто. Конечно будет. У нас появятся шансы. Мы возвратимся в игру. Джереми Симпсон. Нет. Пенальти не было. Делла попал сам. Конечно же. Леом. Леом. Шиманский подает. Удар. Ну. Корноухов. Отечественный вратарь. Которого мы не напрягли. В прошлом матче. Сейчас себя показывает. Ну собственно. Тот гол который забил Деллоп. Там Корноухов вряд ли мог как-то помочь. Ну может быть мы сейчас пятеру МЮ отгрузим. И передадим привет Корноухову. Но пока. Пока нет. Пока Корноухов. Особо не напрягается. Деллоп. Заброс отличный. Шиманский. Шиманский простреливай. Удар. Отличный. Тиага Алмада. 4-2. Мы тут возвращаемся в игру. Алмада здорово исполнил. Ну и отличный голевой пас. В принципе я же говорю. В этом матче МЮ не так страшен. Мы смотримся не хуже. Но МЮ просто свои легкие голы забил. Ну здесь какие вопросы. Корноухов. Тут расстрел. Тиага Алмада. Все сделал классно. Так. И здесь что? И здесь что? Где был фол? Штрафной. Пенальти не было. Но. Там как бы Уотсона нам не удалили. За такие дела. Бруно Фернандеш. Момент. Ореоль. Супер сейф. От нашего вратаря испанского. Здесь он действительно выручил. Так Уотсона бы заменить. Может быть мы Ходжкинсона переведем. Да. Отличная идея. Кстати. Ходжкинсона перевести сюда. Сюда выпустить Джеймса Джонса. Ну вот. Три замены произвели. Ликангин не попадает в ворот. Еще один момент. ОМЮ. Удар. 5-2. Харрикейн. Да. Ну. Сегодня не наш день. Сегодня не наш день. Сегодня все плохо. Я даже думаю наверное не играть что ли мне в следующий матч с Челси. Но то что вообще не везет. Ну прям непруха же. Конкретно. С Ливерпуем надо было побеждать. Но в этом матче мы тоже заслужили победу. Мы ее заслужили. Ну в отличие от. В отличие. Почему их не ругаю. Потому что в отличие от первой игры с МЮ. Здесь хотя бы бились. Хотя бы. Ну по игре не уступили. И просто МЮ повезло. Ну там более мастеровитые ребята. Это факт. У нас это Лиан Деллоп. А у них все таки Лаутар Мартинес. Лаутар Мартинес скиллы. Вот чтобы вы понимали. Игра без мяча 17. Там психология и техника и физика. Все на максимуме. Праймовый Лаутара против нас. Конечно тут сложно что-либо сделать. Ну Харрикейн наверное уже здесь дед. 34 года. Но у него все равно великолепный удар. И он здесь играет центрального полузащитника. Кстати его переучили по ходу карьеры. И правильно сделали. Потому что для форварда он уже слишком медленный. Но я преклоняюсь здесь перед Сульшером. Он прям здорово. Харрикейн у него феномен. Просто полузащитник мирового класса. И он забивает. Да ему не хватает физики. Но здесь он правда хорош. Ну и игра с Челси. Игра с лидером. Давайте ладно. Все таки сыграем. Да мы вылетели. Но вылетели в полуфинале. В полуфинале кубка. Мне кажется, что это достойно. Челси. Челси наш следующий соперник. Мы должны им отомстить за игру. В первом круге. Но Челси очень хорошая команда. Так же как и EMU. Они не случайно лидируют в премьер лиге. И нам надо... Нам надо очень постараться. Но мы играем дома. И хотелось бы первую победку одержать в сегодняшнем видео. Хотя, конечно, я понимаю, что изначально шансы очень невелики на это дело. В первом круге, да, мы многих лидеров обыграли. Но сейчас они, во-первых, на нас настроились по-другому. А во-вторых, просто-напросто сейчас они в более хорошей форме. Так как многие уже вылетели из Еврокубков в апреле. И уже сконцентрированы только на чемпионате. Ну вот это, конечно, сейв от Ариоля. Но какая игра была сейчас в обороне, это просто кошмар. Подача в нашу штрафную. Удар хорошо, что не точный. Еще один момент учился. Подача, ну... Повезло нам сейчас. Пока по первому тайму нам везет. Везет очень сильно. Ну как очень сильно? В принципе, учился тоже такие моменты. Полумоменты. Но все-таки они есть. У нас вообще ничего не показывали. Значит, наверное, моментов-то особо и не было. Чем сейчас аристократ нас удивят? Юсуф Демир так легко, так легко обыгрывает Уотсона. Пирола прострел, удар, гол. Пирола, зачем? Объясни мне, зачем ты размениваешься? Ну просто играй по-своему. Ну не надо этого делать. Ну обыграли Юсуфа Демира. Ну и, вернее, Уотсона. Ну обыграли его. Ну не беги ты сюда. Иди вот здесь. Вот здесь закрывай. Не надо пытаться занять позицию другого человека. Вот если бы ты просто играл по-своему, этого гола бы не было. Пирола. Понимаешь? Вот ты сейчас обосрался конкретно, подставил команду. Ну Уотсон обосрался, это его проблема. Не надо его подстраховывать. Это он был бы виноват. Ну и все. Ну бросать своего игрока, это нельзя так делать. Гид Горайна, Голивайна, Михаэля Алисе и Мишеля Алисе. Он же француз. Поэтому 1-1. Здорово. Ну это классно разыгранная комбинация. Дест, Гонсалес, Уотсон. Уотсон поучаствовал все-таки в этой атаке. Ну и Гид в касании Алисе и удар в уголок. Тут без шансов для вратаря. Рэмс Дейл расстроился. И еще одна наша атака. Дест заброс. Миносер вынес. Ну вела. Ну так плохо бежать и медленно нельзя. Но отработал вела. Красавчик. Гонсалес вперед. Алисе. Заброс Гонсалеса. Здесь Шиманский. Обыгрывай, обыгрывай. Что пробьет? Ну зря пробил. Удар не получился совершенно. Рэмс Дейл. Отворот. Решает разыграть. Томари. Здесь наш прессинг работает. Ну как. Очень легко его разбили. Пара точных передач и минус прессинг. Что прессинг он требует командных взаимодействий. Координированных действий. Бенассер передача Доку. Ну здесь молодец Ориоль. Хорошо еще что пас вот здесь вот принял Доку. А не где-то под более опасным углом. Алисе. Мы идем вперед. Заброс на Егид и Гарая. Здесь Томари. Томари довольно быстрый кстати. В этом его преимущество. Вот Гевин Робинсон. Алисе пробить. Ну зачем на силу? Надо было здесь на точность. Надо было решать и побеждать сейчас. Повезло. Челси на этот раз уже. А нам не свезло в этой ситуации. И атака лондонской команды. Что придумают наши соперники. Ну вот передача Юсуфа Демира. Отбивает Ориоль. Молодец. Пулешич. Ну это расстрел. Просто расстрел. Центральные защитники. На этот раз Уайт. Позволил наносить удар. Ну из вратарской. Мы по сути два гола пропустили. Ударами из вратарской. Ну вот здесь. Уайт. Ну что? Куда ты? Вот куда он опять? Куда он опять бежит? Я не понимаю. Ну у тебя вот же соперник. Ну играй по нему. Ну господи. Такие. И главное. Нет инструкции центральному защитнику. Просто блин. Не стягиваться на фланг. Я надеюсь что в следующем ОФМе. Появится инструкция. У которой будет четкий момент. Для центрального защитника. Не уходить из вратарской. То есть. Если даже провалился край. Не надо туда бежать. Ну если у соперника есть игроки в штрафной. Держи их. Не надо. И причем. Да. Есть момент. Типа. Вы скажете. Персональная опека же есть. Но персональная опека привязывает игрока одного к другому. Но здесь же может оказаться не этот футболист. Например. И Сувдемир здесь окажется. А этот побежит за этим. Если этот будет где-то там на фланге. И он тоже уйдет с позиции. Не смещаться. Потому что здесь мы пропустили гол из-за тупого Уайта. Который вместо того чтобы держать зону. Начал. Я не знаю куда бежать. Что он там увидел. Я в шоке. Ну просто зря я наверное решил сыграть этот матч сейчас. Потому что в ФМ есть такое понятие как черная полоса. Ты в нее попадаешь пока не закончишь играть. Ты будешь проигрывать. Хотя этот матч мы тоже должны были ну хотя бы ничью убрать. Я уверен в этом. Ну Уайту еще 7.2 оценку поставили. И ФМ ему не снизил. Это вообще это просто вот просто Уайтовский гол последний. Пироли снизили за первый гол. Уайту за второй гол не снизили. Это его чисто гол. Куда ты бежишь? Зачем? Главное. Ладно. Я еще Пиролу могу понять. Потому что там реально провалился Уотсон. Пирола пошел его страховать. Дест не провалился. Дест не потерял позицию. Дест еще контролировал соперника. Зачем ты туда побежал? Просто идиот. И посмотрите на его показатели. Выбор позиции 15. Интуиция 16. У него нет плохих скиллов. Сказать что это плохой. У него 0 минусов. 0. 0 минусов. Вообще нет минусов. У него все хорошо. Как? ФМ. Объясни мне. Как? Почему нет этого? Вот центральный защитник. Вот он. Вот. Да. Блин. Надо нажать далее. Надо выйти из игры позорной. Ну реально позорная игра. Это самая обидная. Я не так не бомбил после Манчестер Найтеда. Потому что мы там реально заслуживали поражения. Играли как говно. В остальных матчах мы должны были показывать результат лучше. Мы заслуживали большего. Работаем на тренировках. Ну сейчас соперники будут послабее. Поэтому мы будем побеждать. Я думаю. Там Сток Сити например в следующий матч. Хорошо что Ливерпуль с Бернли. Там спасибо Ферлиндону. Который смог счет сравнять. Да. Мы сможем там побороться еще с Ливерпулем. То есть за четвертое место. Я надеюсь что у нас это получится. Ну. Главное вовремя выйти из игры. Сейчас я выйду. И если я сейчас сыграю со Стоком. Да. Я проиграю. В следующей серии вам уже покажу. Как закончился сезон. Ну. Последний матч сезона. Наверное покажу. Что касается тактики. Да. Вот. О чем я говорю. Вот например Уайт. Я. У него стоит. Держать позицию. Но. Это никак вообще. Не влияет. Опекать конкретного игрока. Я не хочу опекать. Ни конкретного игрока. Ни игрока на позиции. Я просто хочу чтобы человек не смещался во фланги. Да. Мне скажут. Есть. Крутая штука. Которая называется. Как она там называется. По обороне. Вот. Ширина защиты. Типа стандартная. Если ты сделаешь. Вынуждать играть. Через фланги. Они. Там. Будут освобождать фланги. Если сделаешь вот так. Они будут стараться играть через. Но это немножко не то. Я. Понимаете. Мне все равно. Как они там флангами будут атаковать. Центром будут атаковать. Просто чтобы он не терял позицию. Потому что. Вот. Два гола мы пропустили. Из-за одного и того же. Центральный защитник бросает свою зону. И идет. Блин. На край. Я вот это вообще не приемлю. Пусть полузащитник. Опорный. И там. Занимается. Вот этой херней. Ну не центральный защитник. Центральный защитник должен играть в центре. Ну то есть. Если в центре есть угроза соперника. Хороший центральный защитник не уйдет из центральной зоны. Если в центре. Есть там нападающий центральный. Допустим. В общем. Короче. Все. У меня бомбит. Горит. Пора заканчивать серию. Надеюсь. Что вы поставите ей палец вверх. Уже поставили. Кстати. Я тут думаю. Вам задать вопрос. Такой для интерактивчика. В комментариях. Стоит ли мне предлагать. Леому Делопу новый контракт. Заслужил ли он этой серии новый контракт. Если заслужил. Пишите. Что надо. Ну я дам. Может так и быть. Ему новый контракт. Если. Конечно. Вы. Будете за. Ну а так у нас пока. Кризис небольшой. Но. Глядя на расписание. Я скажу вам. Что мы. В принципе. Можем. Себе. Позволить. Из этого кризиса выйти. Ну. Сток. Сток обыгрывать надо. С Тобенхэмом будет тяжело. Но супер матчи. Конечно. Будут вот эти. С. Вестхэмом. С Вестхэмом будет самый главный матч. Может быть даже. Кстати. В следующей серии. Бормут. Вестхэм. С Шеффилд. Где решится наше итоговое место. В премьер-лиге. Ну. Чем больше просмотров. Тем быстрее выйдет серия. Всем спасибо. Всего самого доброго. Удачи. И пока. Пока. Пока.